Динара Брагина встречает нас в съемной квартире на четвертом этаже Саранской пятиэтажки. Живет здесь она с дочерью, обычной в общем жизнью. Коляску, к которой ее приковал рассеянный склероз, старается не замечать по поводу здоровья, шутит. Говорит, отплакала уже свое. Лечение, которое получает Динара, помогает. Лекарство тормозит прогресс болезни. Однако без реабилитации это полумеры. А она стоит дорого. По-моему, вот у них сейчас акция 4 900 сутки. Сколько дней? Вот в среднем курсе реабилитации? Ну, желательно 21 день. Ну, а так иногда получается 2 недели, насколько наберется. Деньги приходится собирать, потому что реабилитацию людей с рассеянным склерозом фонд обязательного медицинского страхования не оплачивает. Потому попасть на процедуры у Динары получается куда реже, чем стоило бы. Реабилитацию желательно бы, конечно, проходить каждые 3 месяца, но по возможности я делаю раз в полгода, разумеется, с помощью сборов. Сборов, потому что в ОМС рассеянный склероз не включен. Нас, как бы, наверное, считают уже вычеркнутыми, как бы неизлечимые заболевания, но что с ними-то и возиться. Не просто складываются взаимоотношения и с благотворительными организациями. Готовых помочь людям с рассеянным склерозом единицы. Наверное, 98% они вот видят, что РС и... нет. Чаще сломанным детям, вот это как-то более. А рассеянный склероз нет. Вот я буквально тоже вот недавно выставляла, два или три фонда мне отказали. Но вот рассеянный склероз как-то вот мы не рассматриваем. Или вот на очередь. Ну, это может быть через год там, через два. А время играет против Динары. Против усилий лечащих ее врачей. Даже против, на самом деле, эффективного препарата. Он тормозит процесс. То, чего добились мы. Но остановив процесс, нужно еще и работать. Чтобы руки работали, ну, как-то, может быть, ноги. Я еще раз повторяю. Я не знаю, пойду я или нет. Но я надеюсь. Но приспосабливаться и так жить, это тоже нужно. Мечта и Динара о собственном жилье, из которого можно самостоятельно выбраться в безбарьерный город. Который пока тоже в мечтах. А регулярная реабилитация – насущная потребность. Без удовлетворения которой даже самая заветная мечта так и останется мечтой. Ведь рассеянный склероз сам по себе не отступит. Разумеется, реабилитацию необходимо проходить. Потому что на заболевании считается неизлечимым. Хоть я и верю, может быть, когда-то что-то изобретут. Но я считаю, что человек, даже если в кресле сидит, надо обязательно заниматься. Потому что, ну, посидишь-то, потом ты ляжешь. Это быстро все. Контакты Динары Брагиной вы видите сейчас на экране. А если вы смотрите сюжет в интернете, их можно найти в описании. Павел Степаненко, Павел Толобаев. Наши новости. Наполещён. Субтитры подогнал «Симон»